Всем привет! С вами Егор Тверетинов. Это программа Дополнительное время. Сегодня я вдохну новую жизнь в старую вещь. Приготовлю грузинский салат, потренируюсь с ножами и поменяю резину. Итак, наша компания на сегодняшний вечер. Это Зина Ташкинова, дизайнер. Это я, вы меня знаете. А это моя черная футболка, унылая, которую мы постараемся сегодня чуть-чуть приукрасить и сделать поинтересней. Зина, ну и главный вопрос. Если старая вещь, ну или чуть порванная, это тряпка сразу автоматически? Нет, ни в коем случае. Если вам очень дорогая эта вещь или просто не хочется покупать ничего нового и вам нравится она, всегда можно преобразить. Если существуют какие-то эффекты... Ну вы говорите про подручные материалы, что дома можно сделать. Конечно, да. Все, что можно сделать дома. Бывают там какие-то дырочки появляются. Бывают просто наскучила, там, ну, однообразная футболка базовая и хочется сделать на ней какой-то акцент. Можно сделать вышивку. Например, толстыми нитками, руками вышить какой-то рисунок. Сейчас это все очень модно. Можно нашить что-то типа карманчиков. Или если это дырка, что-то типа такого шеврончика, да? Да, или покупаете в любой фурнитуре шевроны готовые. Это самый вообще легкий способ. Есть еще также термо-шевроны, термо-рисунки. Ну, выбор на самом деле большой в магазинах, поэтому. А так, есть еще вариант красок. Можно приготовить самим какие-нибудь... Ну, типа заплаток. Типа принты, штампы. И можно сделать просто рисунки поверху. Там тоже очень красиво смотрится. Можно креативить и, наверное, быть смелее ко всему подходить. Даже если вы собирались вот эту футболку выкинуть, и вы попробуете ее как-то оживить и дать ей вторую жизнь, и у вас не получится, но вы все равно собирались ее выкинуть. Так скажем. В целом, я считаю, что вариантов действительно много, и можно экспериментировать. И не бояться, потому что в любом случае сейчас вообще мода и стиль такой непринужденный ни к чему. Можно вообще в хаотичном порядке много разных материалов совмещать. Можно фурнитуру, молнии, какие-то яркие акценты, разную текстуру. Сейчас вот очень модно искусственный мех под овчину или, например, типа плащевки. Тоже можно с трикотажем смело вообще совмещать, и вот все получается. Так, что мы совместим с моей футболочкой? Так, с твоей футболочкой я придумала такой хендмейд. Мы возьмем кусочек ткани, футер называется, и раскрасим, сделаем такие брызги. И потом будем вырезать определенную форму и нашивать уже сверху на футболочку. А, ну и я обещаю вам, то, что у нас сегодня получится в эфире, я обязательно буду носить, и, соответственно, в программах нашего любимого телеканала меня в этой футболке вы точно сможете увидеть. Так, футболку мы убрали, появился у нас кусочек белой ткани. Что делаем, да? Потому что художник из меня так себе это сначала покажи, потом постараюсь повторить. Тут вообще много таланта не надо, поэтому можно импровизировать. Мы берем черную красочку акриловую, наливаем стаканчик с водой. В общем, кусочек у нас небольшой, думаю, что можно сильно размах руки не делать. Так вот делаем такие резкие-резкие движения. Кстати, это можно делать с детьми. Да, привлекайте детей, они очень любят такие творческие моменты. Вариант и развлечься, и развести грязюку. Так, заготовка у нас высохла. Круг, что у нас, луна какая-то появится? Мы сделаем круглую фигурку и нашьем ее впереди. Вот такая красота у нас получилась. Назовем ее, я не знаю, а пусть будет «Обратная сторона луны». Вам симпатичное название. Да. Зина, спасибо, вы повторяйте за нами на все про все, буквально 15 минут, но если рукой пришивать, наверное, ну сколько, ну 20? Ну, минут 20, да. Так что не бойтесь, дерзайте и творите. Дарите вещам вторые жизни. Пора есть! Будем готовить вкусный салат и начинаем прямо сейчас. Салат «Чичное гнездо». Такая хорошая салат, вкусная. Все национально-грузинское? Да, очень национально. Так, мы сначала варим говядину. Ну, чтобы она мягкая была, мы разделяем ее по частям. Вот в таком образе. Ну, вот видите, тут такие прям тоненькие кусочки. Тоненькие-тоненькие. Сколько нам нужно говядины? Ну, так, если мы будем... 70 грамм. Пара порций. Ага, хорошо. Что бы хотелось. Ну, можно, что бы хотелось на человека. Так, вот эту говядину кладем. Следующий этап у нас идет яйца. Куриная большая одна. Вот. Яйца, обещаю. И кладем сюда. Целое яйцо? Целое яйцо. Не режем? Нет. Все, руками все идет. Следующий этап у нас цель, соус такой. Это не майонез? Нет, ну, это майонез. И еще что? Еще добавляется там, так, пармезан, чеснок, добавляется молоко. И все, перемешиваешь. Угу, угу. Блендер, и она перемешивается, как бы... А, в блендере. Ну, консистенция такая, примерно, как у майонеза она получается. Да, цель, она называется. Так, одну ложку. И перемешиваем. Хорошая сила, на. Ого. Самый приятный момент в приготовлении любого салата, это его жамкать. Да, есть. И сила есть, здоровье хорошее будет. Слушайте, ароматы от соуса невероятные. Так. Еще? Или хватит? Хватит. Угу. 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 Все же, да? Следующий этап. Мы берем это все и круглышком делаем. Угу. Вот, готовое. Мы кладем сюда и делаем вот. Ну, такую выемку, да? Да. Вот. Небольшую. Угу. Вот так вот. Следующий этап. У нас идет жареная картошка. Как чипсы. Ага. Масло жарится. Сначала растертываем, вот так, его, там мелко куском. Угу. А потом жарим на масле картошку. А, как чипсы выходит. Вот. Вот берем сипленно. На тарелку. Так. Вокруг, внутри, везде. Ингредиентов не жалеем, потому что будет вкусно и сытно. Да. Угу. Следующий этап идет маленькие перепельные яйца. Вареные тоже. Вот они. Ну, это тоже украшение, правильно? Да. Украшение. Правильно. Берем. Складываем. Их уже не жамкаем. Вот все. Да все про все у нас ушло. Если не считать, что нужно сварить говядину, сколько? Десять минут. Да. Надо собрать. То есть, это будет... Ну, говядина, конечно, но долго сварится. Ну, сколько она варится, примерно? Часа тратим. Ну, то есть, вы знаете, что вечером придут гости, утром поставили, тихонечко намеренный огонь, она пусть там сама созревает, но вы по другим делам занимаетесь. Да. Правильно. Вкусно, просто и красиво. Для здоровья. Продолжаем наши тренировки и восстанавливаем равновесие, но уже с помощью спорта и с помощью некоторых атрибутов. Константин, вам слово. Здравствуйте. Сегодня будем. Здравствуйте. Вы, наверное, успокаиваете, сказать простым языком. Ну, если ближайшее, что есть, это у нас сегодня, мы, наверное, поговорим про ножи. Тренировочный процесс, к чему мы переходим и через что мы можем успокоиться, скажем, да, с ножами. Ножи – это оружие. Вот. По-японски тенто. Искусство называется тенто дзюцу. Сразу оговорюсь, что не нужно брать в руки первый попавшийся нож или что-то его напоминающее, пытаться что-то изобразить. Я думаю, что из этого, во-первых, ничего хорошего не будет, а во-вторых, это опасно, в том числе и для вас. Поэтому мы занимаемся с мастером. Что это целист. Человек, который знает практику и который знает теорию, прежде всего. И, наверное, важно, чтобы он еще не просто движение показало, а что-то рассказал и научил думать на этом. Безусловно, безусловно. То есть оружие, я говорю, требует концентрации. То есть мы можем даже деревянным тренировочным оружием повредиться, если мы будем, ну, относиться легкомысленно, баловаться, так сказать, да. Вот, поэтому всегда знакомимся сначала с тренировочным, да, инвентарем, прежде всего. Тренировочный инвентарь, нож, два движения. Они очень много лет, скажем, даже сотни лет, приблизительно одного и того же, в одной и той же формы, одного и того же состава. И ничего не меняется, и поэтому мы сначала знакомимся именно вот с инвентарем. То есть переходим на тренировку, вам мы дают инвентарь. Потрогаем, посмотрим, как движение, что он из себя представляет. Вы тоже рассказывали, что это типа сломанная катана. Да, изначально это был слой сломанной катаны, то есть тот, который обламывается, из него делали нож. Он не требовал перековки, это уже как бы хорошее оружие. Ну и, соответственно, вот этот тент, тента, это такая форма ножа. К нему делались ножны. Они либо открытого ношения были, в Акидзаре, короткий меч сломанный, либо нож тента, либо скрытого ношения они были, ну, как бы, как палочка, как щепочка. Мы начинаем движение. То есть традиционно в Японии, в том числе и на Востоке, всегда приветствуют друг друга рей, поклон. То есть мы выносим уважение свое, да? То есть мы встали, движение рей. Начинаем с этого. И начинаем изучать хват. Прежде всего, концентрируемся на хвате. Нож вкладывается удобно, захватывается два пальца, три. Один направлять, в третьем контролировать. Прежде всего, когда мы работаем с оружием, мы не должны касаться оружия чем-то другим. Потому что нож, тента, меч и так далее, японские, они очень острые. Любое касание обрывает плоть сразу. То есть еще на муляжах, скажем так, отрабатываем навык, привычку не касаться его. Да. Не касаться не то, что там священный что-то еще в нем, душа, нет. Он просто острый. Он очень острый. Мы можем схватить лезвие и потерять палец просто. Ножа. Я уже не говорю про меч. Как в фильмах говорят, вот так вот нож останавливается. Да. Все. И он там ничего не может делать. Нет, это сразу, палец, сразу пальцев не будет. Мы не должны касаться острием. Поэтому техника тента, японского ножа, мы защищаем другой стороной, обухом движение. Всегда. То есть если есть, вот медленно, допустим, меня отделаем атаку в меня просто, да, мы защищаем, как бы, обухом. И, соответственно, сразу выстраиваем лезвие к сопернику. Любая атака, допустим, идет атака на меня, движение. То есть сватка на ножах, она... Она очень короткая. Она короткая, да. И то, если я, допустим, наношу один удар, и более-менее равные мастера, я наношу один удар мне, я наношу три, но я получаю один. То есть, грубо говоря, 30% от моей атаки будет в меня. Концентрация на лезвие. Лезвие ножа. Своем и соперника. Первый снег уже начал пролетать, и ночные температуры опускаются ниже нуля градусов. Что это значит? Все просто. Примета такая. Жди очередей у шиномонтажек. Если вы все еще сомневаетесь, дорогие водители, то самое время менять резину пришло. Надо в любом случае заранее присматриваться к погоде. Обычно, когда снег выпадает, все стоят и все ждут до последнего, потому что даже выехать со дворов не могут. Лучше, когда температура уже 5-7 градусов становится. Летняя резина при температурах ниже 5 градусов выше нуля уже не работает. Она дубеет. Дело в том, что сам состав резины рассчитан на определенную погоду. Соответственно, чем тверже стала резина, тем хуже управляемость автомобиля, а тормозной путь длиннее. Чем меньше градусов, тем больше она дубеет. Это вне зависимости даже от производителя. То есть она все равно однотипное производство. У них разница только в металлокорде и именно в водотоках, шипованной, не шипованной шины. А вот на состояние резины, конечно, нужно обращать внимание заранее. Чтобы не получилось так, что сезон пришел, а на таких колесах ездить уже нельзя. Любой завод из гарантии говорит 5 лет гарантии на свою шину. То есть в зависимости уже от того, сколько мы ездим и как мы используем свою шину. Самая минимальная, остаточная глубина протектора – это в летний период 3 мм, 4 мм. В зимний период рекомендую уже миллиметров 6 оставлять и уже эту шину не эксплуатировать, потому что она будет плохо держаться здоровью. Даже если шипы на месте и рисунок протектора хороший, ездить на старой резине не советуем. Раскакается, микротрещина, все верно. Металлокор, конструкция, он тоже, ну, не вечный. Металлоконструкция шины, она, как, тоже рассыхается, получается, ржавеет изнутри, появляются радиальные грыжи. Это при, в основном, неправильной эксплуатации шины. А вот если протектор на месте, возраст покрышки невелик, а шипов нету, не торопитесь ее выкидывать. Можно дошиповать, ничего в этом страшного нет. Кстати, знаете, почему вылетают шипы на новых колесах? Зачастую виноват сам водитель. Шипы нужно прикатать, а не давать угла, как говорится, в первый же день использования, и уж тем более не рвать перекрестка с пробуксовкой и, по возможности, не оттормаживаться в пол. Итак, дошиповка. В этом есть в любом случае свой смысл, потому что, как минимум, 80% шипов должно быть на шине, потому что они держатся именно как раз таки и сцепляются за дорогой именно за счет самих шипов. Без них она, как бы, ну, неэффективна. Мы отошли уже от того времени, когда сами делали гнезда, вставляли туда шипы. Сейчас те же самые посадочные места от завода-изготовителя, просто они идут более толстые и более удлиненные. То есть они не выпадают, ничего с ними не происходит. Также качество и сохранность вашей резины зависит и от того, как она хранится вне сезона. Если вы храните их на дисках, то лучше тогда их хранить именно в горизонтальном положении и стопочкой. Раз в пару месяцев лучше их переложить местами. А если у нас нету дисков, то тогда в вертикальном положении тоже лучше их перекладывать, чтобы она не деформировалась. Ну и, конечно, никто из нас не застрахован от ям на дорогах, гвоздей, саморезов и всего, что может шину повредить. Казалось бы, ремонты снова на дорогу, но это не всегда так. Не стоит использовать жгуты, это в плечевую и в боковую часть шины, потому что там нет нити корда, за что обычно держится эта обычная веревочка. Если там есть какие-то порезы, то это уже длительный процесс идет, около 4 часов занимает, то есть можно заварить эту шину. По беговой части можно использовать любые виды ремонта, но если мы используем жгуты и грибки, то мы разрабатываем механическое отверстие 5-8 миллиметров, соответственно нарушаем металлоконструкцию шины. Поэтому лучше такие шины вообще просто усиливать заплатки изнутри. И не от шин единых зависит ваш комфорт и безопасность на зимних дорогах. Самое главное – обращать внимание на сами ступицы автомобиля, болтовые гаечные соединения, чтобы грани были целые и чтобы не было коррозии. И обычно у нас забывают, к сожалению, сами водители, вентиля. Вентиля нужно проверять абсолютно каждый, чтобы потом в межсезонье один вентиль потрескался, порвался, чтобы не было полного цикла по новой. Если вы все еще сомневаетесь, то время менять резину уже наступило. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова